Скажите, лучше вклад на клей без стеклового ряда, когда не удерживаешься в клее или все-таки заходный? К сожалению, клей идет к большому держанию. Если мы с вами, то, что я вам написала, выберем вот этот клей, порядка 70-80 метров, посчитайте сколько, килограмм на метр, плюс грунт, который, грунт не дешевый. Грунт порядка, даже если вы самый недорогой вармете, это порядка 3000 рублей будет за 5 килограмм. То есть, и это ведет к дорожанию. Заказчики не часто соглашаются, они соглашаются только в том случае, если мы четко обоснованы преподносом этот вариант, либо без торговой системы, либо без торговой системы, либо без торгового. Если вы хотите, конечно, можно приклеивать на клей, не вопрос. Приклеивание на клей, оно интересно тем, что оно дает лучшую звукоизоляцию. Вот мы когда были в шауроме в Австрии на заводе, так вот там заходишь, интересно, вот заходишь сразу в шауром, здесь часть, примерно третья часть уложена паркетной доски на обычную подушку. Следующая, третья часть уложена на пробковую подушку. И следующая часть приклеена к бетонному основанию. И, конечно, в процессе, как бы, по шаурому, мы же все ходим там вверх и вверх, собственно говоря, в магазин, мы слышим, как звучат наши обувь, как звучат наши каблучки. Тело было осенью, все мы были на каблучках, все были в таких сапожках коротеньких. И сразу слышно, то есть, если обычная подложка доска, звук идет, если подложка пробковая, звук идет тише. Если приклеивание создает, нет воздушных резонаторов, которые работают вот так, усилители звука, воздушные задоры, вот, звук получается намного тише. Если у вас перед заказчиком стоит такая задача, создать максимальную звук в коллекцию, то вот, как вариант, идет еще приклеивание доски. Есть еще у нас на сегодняшний день, вот, фирма Косвик, в которой, кстати, выпускники смотрели, она выпустила специальную подложку. Подложка пробковая, обладает хорошей звукоизоляцией, но у нее есть одна неприятная особенность. Поскольку делают ее, исходя из высоких экологических требований, знаете вы, нет, но пробковая подложка делается из конгломерата, из крошки, в которую клей не добавляется. Она склеивается под давлением и под температурой только за счет сока собственного, собственной коры. То есть сока, который присутствует, делит, он с помощью, за счет прессования температуры не выделяется, все эти крошки склеиваются. Это требования такое Европейского Союза, потому что у них экологические требования очень высокие. Чтобы никакого запаха, никаких формальдидов, на чего воздух не выделялось. Это, конечно, большой плюс, но это и приводит к минусу. Потому что когда эта пробка за подложкой лежит у вас по паркетной доске, доска есть, периодически то, что я вам рассказывала, подложки у нас в нашем клинике достаточно значительные, плюс перепады влажности, плюс вот все эти нагрузки приводят к тому, что у нас были объекты. В 12-15 лет, поднимаем доску, пробка крошится. Сок уже перебыток, и крошка не держится. То на сегодняшний, это перервает. Второй, под пробковую подложку, в обязательном порядке, можно укладывать полиэтиленовую глянку. Это связано с тем, что пробковая подложка никакой гидроизоляции не несет в себе. Она, как любое дерево, влагу набирает. И, соответственно, если в бетоне остаточная влажность присутствует, то пробка это все наберет. Потом она все это начнет отдавать в дерево, и мы спокнемся опять с проблемой ложечки. Вот. На сегодняшний день фирма Косвит выпустила специальную подложку. Она идет 3-миллиметровой толщины. Чистый полиуретан. Чистый полиуретан. Чистый полиуретан, который не содержит разбавителей и растворителей, а разбавителями там являются 6-й корочество, все, наверное, знают, что это такое. Типоцитоны. Запах жуткий. Чистый полиуретан запаха не имеет. Не фонит вообще. Не фонит вообще. Я вот сыну положила. Все хорошо. Все нормально. Вот он 2 года уже живет. Второму младшему положили. Именно положили паркетную доску на Косвитковскую подложку. Во-первых, у нее по звукоизоляции свойства такие же, как и пробки. Второе. Она, в отличие от пробки, не крошится. То есть, независимо от того, сколько лет вы вводите, никаких вот этих вот крошек не будет. И третье приятное свойство. Эту подложку можно приклеить к бетонному основанию. Одним из методов укладки доски Косвитковской, как раз вот это и является создание звукоизоляционного природа. То есть, вначале мы берем эту подложку, приклеиваем к бетонному основанию. Потом берем доску, приклеиваем к подложке. Ну, конечно, расход клея вырастает в два раза, клея не дешевый. Но здесь вы по звукоизоляции выигрываете сразу процентов на лимоно на стоп. По сравнению с тем, что вы уложите на подложку. Можно рекомендовать, наверное, в первую очередь, когда на втором этаже у вас спальные помещения, где у нас есть бетонные перекрытия, а у вас большой ковечка. Вот это нужно, наверное, уколо это делать. Когда у вас в руку там дети будут, вы внизу вообще ничего не услышите. Ну, это тоже плохо, когда ребенок у ребенка не слышишь этого вопроса. А что он там делает? Если дети затихли, то это подозрительность. Че-то говорят, значит. Ну вот, вроде я все рассказала, что хотела. Если у вас есть вопросы... Продолжение следует...